здравствуйте поговорим о современной архитектуре повод более чем радостный впервые россияне получили фактически архитектурный оскар став победителями на всемирном фестивале архитектуры победу принесли два проекта разработанные архитектурным бюро студия 44 и сегодня у нас в студии глава студии 44 никита игорь и здравствуйте первый вопрос почему собственно эта награда такая важная что из себя представляет всемирный фестиваль архитектуры и почему у него такой высокий статус ну есть несколько таких событий архитектурных значимых каждый год или там раз в два года вот венецианская биеннале архитектурная она у нас более известна поскольку венеция близко это в каждой страна в своем павильоне некую экспозицию да и это в общем привлекает много туристов но которые так венец достаточно много существует такая притскеровская премия может быть слышали это группа отелей хаят как бы вот за свои деньги она значит раз в году дает вот как бы за лучший архитектор но это как бы премия личностная немножко такая пенсионная ее хоть и называют нобелевкой ну понятно что это вот уже по совокупности заслуг а кроме этого в общем фактически есть единственная всемирная такая фестиваль это вот old architectural фестиваль который был вначале в барселоне потом вот он сейчас переехал в сингапуре уже лет восемь и вот сейчас обратно в берлине со следующего года такой кочующий понятно почему они в сингапур они пытались весь ареал задействовать китайско азиатско австралийский и так далее американский привлечь но сейчас снова и в общем это огромное надо сказать такое мероприятие я дважды вот был на нем несколько тысяч человек огромный там футбольное поле два футбольных поля пространство в нем значит много залов то есть это такое шоу колоссальное ну и оно интересное потому что общем она привлекает все ведущие силы все остальное это все-таки такие региональные премии но есть очень престижная премия допустим европейского союза мисс премия мисс ван дер роя но она во первых только члены европейского союза но она по кальке сделана вот по кальке и хотя уровень очень высокий ну и все остальное это региональные всякие смотры либо вообще между собой щеки когда там все друг другу там меняются наградами сегодня я тебе за ты ну они такие ну у нас вот зодчество там аналогичная премия стерлинга там в англии и так далее но это все региональные уже системы все причем главное в этом наверно такая масштабность всего этого мероприятия на самом деле там россияне победили но надо быть все таки покорректнее там больше двадцати номинаций мы победили в двух но тоже плохо 10 процентов то есть даже немножко меньше на 10 процентов будет мы победили в двух но чтобы одна мастерская победила там даже не не помню при этом вы представляли три проекта два победили а третий вошел в шорт-лист да ну это значит ну это во всем очень такое мероприятие которое привлекает очень сильное внимание и наши конечно выступали в всегда в шорт-листы как правило два-три проекта из россии было я в принципе не очень не так читал там смотрел проекты но это как некая классификация такая ну кто попал значит уже интересно но так служил ну так случилось что общем практически без нашей воли олимпийский парк был в прошлом году значит отослан на эту фестиваль там обычно несколько тысяч проектов отсылается и он вошел шорт-лист и мы как бы поехали и представляли это ну скажу честно мы немножко неправильно подались там есть некие правила подачи они очень жесткие очень конкретно оформление заявки ну оформление заявки это одно а там процедура такая то есть это такое огромное шоу 12 примерно зальчиков небольших и в каждом 12 жюри частично это победители прошлого частично какие-то значимые архитекторы 12 номинаций в начале в стадии проект 12 номинаций там ли больше даже в стадии постройки уже и параллельно это все идет идет достаточно быстро жестко 10 минут выступления презентации 10 ответа на вопросы значит если ты там что-то не договорил может все на английском языке ну во первых я плохо знаю английский я приехал с это уже смотрелось как знаете туземцы такие приехали раз во вторых конечно мы не попали по политике поскольку был путин олимпиада крым вот в самый пик попали и это даже звучало что же мы олимпиаде дадим и так далее потом презентация вся была немножко очень классическая про 10 минут мы толком не поняли думали что это такая формальность они там осталась одна минута бах и отрубают манипу то есть ну много что и главное нужно было конечно все это жестче с фильмами и так далее ну когда вот уже посмотрел как все это происходит честно говоря мы завелись немножко нет я приехал и пока да ну тем более мы мы шли вроде бы в это но потом нас значит там мост такой был смешной и он значит и я сам слышал как это было сказано что олимпиада путина не полет корректно так скажем я поклялся приехал сказал что вот точно следующий раз мы отослали три проекта я считаю что самый сильный был конечно главный штаб но он не фестивальный прежде тут еще фестивальность вот что ты можешь за 10 минут рассказать очень броские какие-то схемы показать что этого никогда не было у других чтоб все все поняли еще попасть на жюри жюри разные почему главный штаб не фестивальный а вот проект реконструкции калининграда который победил издание танцевая абсолютно фестивальны самое страшное когда я приехал я понял что так и будет ну тут две вещи конечно жюри не попало там по культуре они все были социально такие ориентированные беженцы там равноправие женщин ну все вот эти модные темы вот и как-то они не нашли в главном штабе беженцев равна решение проблем беженцев равноправие женщин и как-то потеряли немножко интерес и потом очень трудно за эти 10 минут в рамках презентации показать какую-то другую философию многогранный это немножко ну там как-то войну и мир за пять минут расскажи трудно а там какую-то повесть ее можно и она пойдет а эти вещи они в общем были более ударными и более понятными почему они другие чем все другие вот главное там показать за 10 минут что ты другой что ты что-то внес совершенно другой что до тебя не было и чем-то отличаешься от других а тут мышь настолько все это разное и что ну не поняли просто элементарно не поняли и жюри было послабее на вот именно по культуре но тем не менее калининград оценили хотя это тоже теория территория такая не скажу чтобы спорная но как-то вот всегда стороне от основной россии вот расскажите об этом ну во первых политика неплохая ну надо показать на нора сказать там политика неплохая во первых у нас докладывали молодые ребята с идеальным знанием английского чем очень подкупили купили трибуна я совершенно уступил трибуна и сознательно все три был не было по-французски я пожалуй сказал а вот по английски они общем идеальным знанием английского который в общем достаточно свободно ориентируется во всем вот этом архитектурном пространстве во вторых но если говорить о калининграде ну там были реальные вещи которых никогда не было но мы главное у нас допустим там два момента которые в общем подкупили наверное очень сильно подкупили кроме общеполитического фона который тоже достаточно в общем сыграл на нас с калининградским нашим проектом первое это что мы фактически акцентировали разность разных элементов города кенигсберга и калининграда то есть ну коли кенигсберг он из нескольких городов состоял они воевали даже между собой городки маленькие как квартал сегодняшний и мы усилили эту различие то есть мы на каждой дали свой там какой-то регламент как там это все будет мультикультурализм мультикультурализм но это правда хорошо когда ты переходишь в разные города тебя разные разные совершенно там в портовом усилили портовую ну часть как бы вот как что это порт там в какой-то береговой усилили береговую как бы усилили то что было в зачатке ну там когда-то а вот сейчас сделали из этого ну немножко шоу там всем мостов эйлера восстановили которые были никогда их так особо не было но это такая загадка знаменитая начало топологии вот и главное конечно что но это еще допустим там как-то можно было пережить и так не заметить а вот главное что конечно всех поразило это что мы действительно впервые предложили а некую систему поэтапную как все это реализовано и б что самое главное идея проекта это раскопать то что закопано а на самом деле после войны когда англичане в общем все это разбомбили все это было просто заровнено и где-то на два метра поднялся слой опытные раскопки показали что все подвалы все сводчатый прик все это там в общем как было так и осталось ничего с этим не произошло особенно и мы предложили как бы все это раскопать и уже на фундаментах исторических да раскопать именно из раскопок сделать некое шоу потому что никто там ничего не выкапывал там все как брошено было за один день убежали ну немцы ушли практически моментально и через польшу пошли к себе и все оставлено практически было то есть там или можно и накопать что-то пускай каждый копает и там забирает эти артефакты я думаю многие немцы и наши заинтересуются по домикам раздать а потом на этих уже фундаментах сделать новые дома в общем калининград но регламент этих новых домов мы описали как бы на базе старых регламентов которые там с 13 века существовали но само собой сильно их видоизменив под современные уже требования но нарочито сделав разнообразие которое достигается в истории но там если длиннее дом то ниже там целую целую систему вот таких ввели ограничений чисто математических а потом мы провели эксперимент мы пригласили студентов практикантов из академии 5 6 курс которые у нас были и они сделали картинки тех домов на базе этих регламентов каждая несколько домиков как она себе представляла мы их проверили что они соответствуют регламенту и сделали рендер и получили рендеры в общем современного по образу но средневекового по сути пешеходного города в котором идя причем по улицам которые ну на исторических отметках ты заходишь в первые этажи вроде бы новые и спускайся в подвалы абсолютно старые 2 дворы еще и выкопаны до уровня старых подвалов поскольку все подвалы примерно 1 отметки получается вот некая не воссоздание там как варшаю взяли и заново в общем построили то что было или как сегодня считают что так было понятно что было все немножко по-другому или какие-то новые совершенно структуры возник а вот именно вот этот полуподлинное полу вот то что в общем а модно б на мой взгляд правильно знаете бывает модно и неправильно а бывает ну мне кажется но это правильно вот так вот к вопросу о подвалах если все эти кладки эти перекрытия так долго были под землей к тому же столько времени прошло как проверяли что все это выдержит новую нагрузку и что это достаточно надежно чтобы новые здания мы не можем ну во первых там довольно сложная схема это я так упростил как всегда там где какие-то деревья нет где деревья какие-то там мы не воссоздаем и что-то мы там сохраняем их в какую то есть это такое сложную среду пытается так сказать сконструировать во вторых все это засыпано слоем земли порядка метра полутора что в общем от промерзания перемерзание вроде должно спасти поскольку там гораздо мягче климат чем у нас это все-таки германия на по смыслу и там чем зим то и не бывает там минус 5 это уже редкость сейчас вообще нет последние там лет пять у них снега практически нет и вообще промерзнуть кладка до нуля не должна и в там где была откопана там под гостиницу еще что-то сейчас сделали там показано что она была в общем более не менее прилично мы понимаем ну как и всякие вещи ну переложит то есть там центре такая слабая плотность застройки что можно вот выкапывать понимаете очень интересно произошло очень интересно произошло в калининграде значит в центр был весь снесен выровнен ну кроме там собора и замок простоял потом его тоже в общем разобрали уже скорее чем взорвали дальше ближе к центру появились советские вот эти кварталы такие а на периметре сохранилась еще немецкая застройка а в середине вот в самом центре который является объектом проектирования сделали фактически зеленую зону то есть это газоны какие-то деревья но это зеленую зону надо сохранять по закону же нельзя как ну вот наше было предлог нет они в принципе она такая избыточная она немножко пустая потому что к тому же возник такой центральный транспортный узел самом центре такое перекрестие всех дорог они никогда в центр не проходили всегда на кольце замыкались а мы в общем сделали по простому и центре у нас такой перекресток в два уровня со стакадой в самом центре геометрическом городе мы вот предложили убрать само собой транспорт что очень многие предложили а дальше вот именно воссоздать структуру но не воссоздать чем в самом центре был канайпхов остров где музей канты ну если кто был знает там мы сохраняем парк и парк становится как бы центром нового города вот этого нового города воссозданного и там мы просто не воссоздаем застройку а мы как бы выравниваем аллеи чтобы они четко были по тем улицам они и сейчас похожи на старую планировку но мы как бы из зелени делаем массивы кварталов ну по объему не по смыслу а по объему и в центр всего города вот помещаем фактически парк такой централ парк и вокруг него вот уже цепочка этих исторических городов ну не воссозданных а именно вот так она сделала как вот это все женится с советской архитектуры архитектуры с советскими кварталами которые там сохраняются и в принципе советское наследие интересно ли или там не ну тут два момента во первых как она женится она женится так что фактически мы к нему примыкаем и создаем некую ну может быть резервацию вокруг вот этого центрального острова реки приголи в которой вот этот пешеходный город иногда просто поджимаем ее так ничего не снася конечно вместе с тем что могу сказать там в самом центре стоит так называемый робот или его по-разному называют это недостроенное здание обкома которое в общем бросили в 80-е годы огромное такое и мы его сохраняем но его уже там там еще дальше идет сейчас проектирование там новые конкурсы и так далее его вот объединяем с частично воссозданным замком в некое единое здание обкома с замком двуединое да ну а не отдельно там с мостиками перебросить интересный кентавр должен получиться кентавр вроде бы получается и вот второй конкурс мы как раз на этом проехали на этом кентавре то есть фактически в центре из реально серьезных построек я беру всякие бензоколонки непонятные ларьки в огромном количестве уже полу такие там вот есть этот робот который в общем как-то трансформируется в гостиницу там в какую-то значит такую центральную в общем достаточно естественно трансформируется без какого-то насилия а чем жюри полюбился проект здания академии танца бориса эйфмана ну вот если это там было по моему 12 вот претендивали 10 12 не буду врать вот по мастер-планам там были серьезные работы вот баттерси это вот ну кто более старшего возраста помнит у битлов была такая пластинка и на ней вот эта электростанция изображена четырьмя трубами это такой вот этот район известного арфаэлем виньолы такой ну из ведущих в общем всем чиперезостроительного мира было еще развитие канаревов общем лондонских доков тоже любопытный проект вообще весь немножко так англоориентированный хоть и в пуре но там основа все такие серьезные англичане которые это вот и там именно подкупило жюри конечно если вот этого не было на старых фундамент на старых подвалах и некое старое пространство новое новое есть конечно не прошли потому что там был явный виньола фаворит таким четкий был фаворит и он общем-то и был фаворитом пока значит мы вот не влезли с этим и тут в общем по школам состав был конечно я бы все-таки сказал посильнее там был два фаворита это big это такая самая может быть модная новомодная последние два-три года кайдацко-американская группа очень конечно ребята серьезные они потом мы получили лучший проект за жилой дом ванкувере но у них совершенно идеально подаются они как бы идут от мировых проблем к решению у них форма подачи ну во многом эталонная сегодня для многих многие с них копируют чем я не могу сказать что мы тоже не берем но они проектируют от презентации это вот новое ну как бы от рекламы делают там обувь обувь не то чтобы хорошо носилась а вот как и от рекламировать так и тут в архитектуре тоже как бы не идут даже не может не от функций от презентации реклама она главное а уже дальше продать а уже что это все равно не важно ну я так конечно утрирую но при таком подходе насколько показательны тогда результаты конкурсов ведь может быть действительно стоящий было четыре проекта вот один у них выстрелил так что проект дома вот школу мы хороший был по во всех журналах был такой пузырь там он по форме удара меча сделан там ну все там в общем вся легенда и вся сказка все это вот еще раз говорю 10 минут это не доклад как мы привыкли это некая сказка там целую вселенную построить театральная постановка это вот надо только декорации не хватает но в общем два экрана прочее она позволяет я так смеялся когда бик вот там выступал на 2 а я только что из москвы был там и смотрел вот эту гамлета с мироновым я так подумаешь бик так что у них вот школа была очень на мой взгляд неплохая потом было лучшее здание англии этого года это премия стерлинга очень неплохая школа халлы морис такой достаточно плотная английская такая сильная они вообще на нас очень обиделись они надеялись и за порт получить и за школу получить мы им как бы обрезали все дела вот там даже издевались что конечно русских надо пропустить это разбомбят но все эти шуточки они очень такие сегодня часты вот и пару других но школа в коле на севере швеции очень неплохая школа там такая новая идеология как бы школа ну северная закрытая совсем прочим но тут конечно подкупило очень много ну а первых политика тоже вот я говорю это фестивальный объект в отличие от главного штаба потому что ну русский балет петербург но есть вот эти все знаете штуки но это все не помогает конечно самого по себе но он упад купила прежде всего конечно тут мы подались в общем неплохо и георгий снежкин в общем неплохо вел себя особенно во второй второй раз адекватно отвечал в рамках вопросов дополнял ну что там но если вы там были то он в общем производит впечатление наших зрителей не только на сингапурскую публику ну потому что там как бы вот этот двор обычный школьный вот он как бы в пространство решил там в трех четырех уровнях мы сняли фильм неплохой там кусочек там он обрезанный правда был но когда видно что все вот так это бегают и сочетание этого некоего двора развернута вертикали понятно что пространство достаточно тесное существующей застройки вот такой и совершенно уединение в даже такого найти как в аквариуме находишься в тумане в таком в некой полной отрешенности в самих балетных залах и как бы то что происходит балетных залах это как театр теней для этой школы тоже такая нереальное пространство ну вот некая это в общем организация пространства организация некой жизни методами архитектуры это в общем ну то что всегда ценил и всегда ценится что сегодня наш прагматический век как-то немножко вымывается из реальности но тут это воспринято было жюри как абсолютно такая но реализация какой-то сказки такой да там что дети сильно это понятно умиление ну не умиление ну ну тут чисто архитектурно все в общем понимали что достаточно серьезно и так шутки шутки теоретически могли в лучшую вообще гран-при получить но там было 50 лет сингапуру последний раз сингапуре и был конечно очень сильный проект ом вот кто мечты двадцатых висящие такие блоки под углом и вот они как так дрова дрова знаете вот так сложены и занимает пространство совершенно такая футуристическая вещь там все жюри ездила смотрела на сингапурский проект он за все время помню один сингапурец там в общем за простройку ничего не получил ну проект сингапурский хотя там архитекторы не сингапурский это были но это в принципе азиатское отделение ома они тоже его воспринимают как свое а вот насколько хорошо представлены российские архитекторы в принципе на всеверном фестивале архитектуры потому что за 15 лет существования фестиваля впервые две сразу первые вот эти премии двух номинаций ну я бы тут две два момента первое но мы все-таки внутри очень отделены от вообще информационного потока это надо понимать даже там какие-то вьетнамцы китайцы они гораздо больше в информационном потоке и условно говоря ну могли бы правов там кроме архитекторов а никто и не узнать ну так условно говоря да но с чем это связано общество не интересуется архитектурой но сами архитекторы недостаточно активны ну мы вне потока так есть у нас какие-то свои задачи свои 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 в общем там какие-то свои во многом приоритеты вот у нас все него там эклектика историзм на все смотрят что это такое знаете мы в этом плане общем достаточно провинциальные достаточно сбоку а второй момент понимаете то что катастрофа которая произошла в пятьдесят шестом году с архитектурой советской русской она в общем не изжита архитектор выпал из жизни архитектура выпала из жизни более того всюду архитектура все-таки и для государства и для каких-то крупных корпораций то очень важная вещь это средства воздействия на массы средства через рекламу который покупается продается или наоборот там получаются голоса это у нас не власти не в общем какие-то корпорации не воспринимает по большому счету архитектуру как воздействие на людей вот вообще перестала быть языком абсолютно вот 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 да все понимают что вот за кино надо следить там финансировать делать там что-то что там патриотичные все понимают что там за литературой там за вами я вообще не комментирую вот архитекту ну это вот там метры квадратные там что-то где-то там накидаем и чтобы побольше и поменьше затрат в принципе это идеология на господство и но в лучшем случае говорят ну уже плохо ну давай колонки там сделать будет красиво вот уровень это уровень достаточно профессиональных в других областях людей это уровень их понимания как хорошая а с чем связано недостаток финансировали ну прям шестого года архитектура вообще была изъята из мышления вот как ручьев тогда борьба с излишествами то есть борьба с архитектурой вообще была практически уничтожена вопроса спортивный вопрос не испортил да и понимаете сегодня уже даже где-то все понимают но это не есть политика не есть политика не смысле там государства вообще но это не есть проблема там проблема одеться есть там проблема это есть а это ну в лучшем случае там строит себе какой-то но сделаем это в готическом стиле особняк какое что куда либо каком-нибудь экспортируем там архитектора которого там даже и до сингапура ему не добежать там и вот он привезет дескать круто так сейчас все носят вот так а можно ли говорить вообще какой то современной российской архитектуре нет но она есть свято место пусто не бывает и вот показали что мы достаточно в общем я думаю условно говоря надо было сильно быть лучше других чтобы прорваться в эту систему потом система нам непривычная английский язык для нас не родной как ни крути а там все в английском вся система презентации нами тоже непривычная это совсем не град совет не там советы которым мы привыкли где главное быть незаметным и доказать что мы все хорошие вообще такие тут наоборот надо доказать что ты вот выдающийся да ты другой чем все остальные это вот шоу другое другое да совсем другое шоу и несмотря на и понятно некое есть все таки к россии такое ну есть конечно это понятно англичан особенно они же такие там кстати да заметно англичанин он всегда так на суп и французик он уже такой вот слушаешь вот так они прорвались и ничего и слушайте не было бы сингапур могли бы и там где-то проскочить потому что в общем ну потом там же ты начинаешь понимать как все это надо так все легко вот как раз вот это вот эти кадры такой вот от отстраненности они я помню очень вот это главное так а если говорить о современной российской архитектуре вот 18 19 век еще со школьной скамьи мы помним какие-то признаки стиле и прочее прочее если попробовать кратко сформулировать такое основное ядро вот этой вот сама архитектуры 21 века наши потомки по каким признакам будут судить о нас вот с точки зрения архитектуры но я скажу что архитектуру нашу 18 19 тоже на западе не сильно знают так уж между нами говоря по многим причинам во вторых ну знают но не надо думать что она там хорошо известна там ну понимаете архитектура она сегодня вещь сложная как там вот кино как все же есть какой-то мейнстрим очень четкий мировой который в той или иной мере где-то у нас поддержан это такая глобальная архитектура там деловые кварталы все прочее там есть некие правила игры которые строго должны быть соблюдены и всякие новшества в рамках этих правил как там игра всем их нарушения происходят но достаточно редко это уже некие события связаны с какими-то заказчик есть региональные какие-то поиски очень серьезные и есть какие-то вот глобальные проблемы которые всегда были стаи и всегда есть но и у нас у нас конечно ну что могу сказать но у нас жилищное строительство у нас в общем сейчас вообще метр квадратный как можно дешевле в общем понятно какого-то общественного строительства как явления его нет это отдельные заказы которые ну трудно сформировать школу и в общем социального заказа тоже нет там все-таки есть там условно говоря в любой газете что монт там гардиан не знаю всюду есть архитектурная колонка там мысли не каждый день то раз в неделю обязательно будет какие-то критические статьи достаточно грамотных людей у нас я в петербурге не просто ни одного допустим критика просто не знаю более не менее грамотного ну на который егэ по архитектуре на троечку ну нету людей понимаете странные люди каждый заявляет там где-то прорвался в какую-то печать все и начинает что-то говорить чего говорить господи так вот ну в москве нет то есть получается что какая-то эклекция среды нет у нас среды вообще нет которая формирует что хорошо что плохо вот вот просто что хорошо он говорит а мне вот это нравится вот и все я это мне понятно как-то а вот ну какой-то смысл архитектуры но вот явно этих двух проектах вот ну которые в общем были редкие по заказчикам заказчики очень интересные и конечно борис яковичем работать одно удовольствие ходить чекон непростой там как и с борисовичем петровским которые все-таки фактически ну в той или иной мире хотя и не были заказчиками но для них все это делалось это раз сами функции любопытные хотя условия были очень жесткие по эйфману и там ну большая организация на как-то эти жесткие условия как-то может выполнить а с какими проектами вы планируете в следующем году выступить ну берлин это во-первых подешевле поближе так что наверное надо будет что-нибудь выступить ну я думаю что есть несколько про это ну вот клуб бизнес-школы в михайловке безусловно это чисто фестивальная работа может еще какие-то посмотрим есть есть проект на данный момент две-три две-три выставлю больше не надо две-три надо каждый а перечислить можете их или пока ну не надо но это не серьезно хорошо самое любимое детище ваше на данный момент из проектов которыми занимается бюро студия 44 есть но не могу назвать она еще не согласованно а из согласованных уже согласованных не знаю вот мне вот клуб бизнес-школы в михайловке я считаю что это серьезная вещь очень такая философски глобальная почему вы думаете что он встретит отклик скажем так в сердцах европейских судей ну я тоже мейнстрим чувствую мы уж как так и журнала читаем и общаемся и вот дважды вот эти три дня фестивальных 4 они в общем тоже многое дают ты понимаешь как это все происходит не ну тут пролететь можно всегда там попадешь на жюри такое по-другому ориентированно и все и ничего тебе не поможет хоть и там что не сделай это все во многом лотерея надо понимать вот мы два жюри попали а третье явно в жюри не попали ну там победил там такой зальчик при фукусиме значит там беженцы как всегда там всех приютили все прочее все сами чего-то все сами сколотили из досочек чего-то там ну вот такое вот вот такая значит вещь ну вот так было ориентировано жюри ну с архитектурной точки зрения такая странная вещь ну не она уже на следующем конкурсе ну там как бы лучше потом все 12 они на супер приз не на нее так большой жюри пожалуй руками ну вот видите что а я думаю если мы сразу на большой жюри с эрмитажем еще бы как бы как произошло призы всемирного архитектурного фестиваля называют архитектурными оскарами но если с оскаром более-менее понятно если актер получил оскара значит он будет более кассово у него будет больше предложений выше гонорары безумные миллионы то что собственно архитектор получает когда еще обладает чуть-чуть не так сказать взрываться там их больше двадцати этих оскаров так называемых оскар он условный на и на не оскар это и да причем они разного уровня как там тоже там актер второго плана третьего плана да ну все равно оскар это оскар значит там 12 там 13 за проекты столько же по за постройки соответственно проекты менее престижный чем постройки другого уровня то есть вот допустим школа более чем этот и потом уже супер призы вот ну два их вообще один на самом деле это лучшая постройка тот такой супер призик вручает так не особо вот поэтому это там больше двадцати номинаций там под 30 их там еще интерьеры есть есть еще и мало их совсем домики какие есть там